Музыка Я давно собирался это снимать, но я не мог придумать, как это сделать. И вначале мне казалось, что надо снять ремейк. Но это давно было еще, до того, как начали ремейки делать. Я хотел взять песни, по крайней мере, и улучшить просто какую-то часть постановочную. Сделать поярче бои, получше погони, точнее, по возрасту персонажей, может быть, и вот как-то так. Потом как-то не вызывало это. Я много говорил об этом с Лысенко Анатолием Григорьевичем. Как-то он не реагировал. На нем очень хорошо было всегда проверять идеи, потому что на что-то он реагировал, а на что-то нет. И я понял, как-то не сложилось, не получается. И так вот ушло время, и возникла совсем другая история. Абсолютно другая, никакого отношения не имеющая к этой музыкальной картине, о которой вы говорите, Хилькевича. И, на мой взгляд, имеющая отношение к Дюмуа. В первую очередь, ну, так у переосмысленного, несколько. Более динамичного, замотивированного с точки зрения современного зрителя. Ну, такая славная история про молодого человека, который приехал в Париж из-за очень маленького города, в провинции, почти деревни. И вот с ним произошла такая вот, вот такая вот история. С любовью, дружбой, войной, смертью. Но это не дословный Дюма, потому что все основные сцены, конечно, мной сохранены. Но я добавил в них что-то, и даже диалоги я переписывал. Потому что, ну, кроме совсем ключевых, канонических, я бы сказал, то, что трогать нельзя. Потому что очень сложно это было бы смотреть. Очень давно он это писал. Очень давно. Темп изменился. Аудитория изменилась. Будет непонятно, будет тянуть. Смысловой сюжет, мы с автором моим, Андреем Житковым, сохранили основные сцены. Она начинается так, как у Дюма, и заканчивается так, как у Дюма эта история. То, что происходит там периодически между двумя островками Дюма, какие там синусоиды выписывают историю, это совсем, совсем, не совсем Дюма, я бы сказал. Но, на мой взгляд, это забавно. Никакого такого соблазна не было. Хотя, я смотрю сейчас картины, они очень современные все. Мне только становится понятно, почему они так себя ведут. Есть какие-то такие ассоциации с сегодняшним днем, которые возникают, но они все равно в неких рамках существуют. Вот отсюда до сюда. Они не переходят совсем в современную какую-то часть. Но, в общем, я вдруг, знаете, через месяц съемок я обратил внимание, что они мало кланятся. То есть, они вообще, они королю кланяются, и все. Я говорю, а что вы не кланяйтесь-то? Они меня так посмотрели удивленно. И я понимаю, что некая манера существования, которая была задана мной, артистам, на площадке, она не позволяет делать многих вещей, которые обычно делают вот в таких фильмах исторических, которые такие фильмы реконструкции, знаете. Это все идеально, все похоже. Все вот точно так, вот так они ходили, вот так говорили, вот так себя вели. Смотреть же невозможно будет, понимаете. Я пытаюсь найти какую-то грань между подлинностью костюма, речи, грима, декорацией, неким содержанием, которое бы объяснилось, что происходит с этими героями. Это было бы понятно сегодняшнему зрителю. Очень ярко проживают свою жизнь. Они в страстях все. Они в страстях, там, к финалу это доходит до такого, знаете, уровня высокой трагедии. Потому что очень много погибших у Дюма. Мне бы очень хотелось не убивать Констанцию, там, да, или Бекингема. Но я не мог себе этого позволить. Меня бы разорвали на тысячи маленьких медвежат. И я убил Констанцию. А дальше в результате Бертоньян же должен страдать, раз он ее любит. И эта история довольно тяжелая по финалу. Там погибают люди, погибают герои, к которым мы привыкли, и к которым как-то относятся другие персонажи. Для них это трагедия. Поэтому страсти очень яркие. Как можно дальше от Дюма все пытаются отскочить. И он очень жестоко всех наказывает. У меня был опыт работы продюсерской, правда, с Дюма на Королеве, с графиней. И я видел, как очень опасно обращаться с его драматургией. Он создает такую конструкцию, которую разрушать очень опасно. Она все пойдет не туда, а сразу. Там основные элементы конструкции надо сохранять. И когда там какие-то английские я видел картину. Ну, это последнюю американскую. Дирижабли летают, все прекрасно. Зачем брать сюжет «Трех мушкетеров» для того, чтобы сделать вот эту историю про Дирижабли, бомбежку Парижа с воздуха, значит, в 1626 году. Зачем вам Дюма для этого? Возьмите, напишите оригинал. Вы все равно написали абсолютно другую студию. К Дюма не имеющей отношения. Зачем вам эти люди были? Они никак не реализовались. Эти персонажи, которые придуманы, они никем не стали в конце. С ними ничего не произошло. В них ничего не изменилось. Они никуда не двигались человечески, драматургически, литературно, кинематографически. Как хотите. Они неинтересны. Они исчезли в этих Дирижаблях. И все. Зачем именно они? Почему это был не Маугли или Винни-Пух? Какая разница, кто будет бомбить Париж с Дирижабля? В первой четверти 17-го века, собственно. Возьмите любого персонажа. Человек-невидимка. Какая разница? Почему три мушкетера? Очень много этих фильмов, когда это не три мушкетера. Потому что это не Дюма. Есть старые французские 60-х годов, где очень хорошие есть. Кастинговые, по актерам вещи, довольно ловко сюжет. Пиранизирован. К финалу чуть-чуть что-то рассыпается. Но, в принципе, какие-то очень приятные эффектования. Хорошее такое. Какое-то радостное такое. Так вот, как это должно быть. Фильм Хелькевича вызывает положительные эмоции, несомненно. Ну, это фильм, снятый для тех, кто видел вот те картины, о которых я говорю. Если говорить впрямую, что есть один роман Дюма и одна экранизация этого романа, такая, как у Хелькевича, это очень странно было. Потому что Водевиль или мюзикл по мотивам приключенческой детской книжки, ну, это шестая экранизация должна быть. Сначала надо снять как приключение, а потом снять из этого трагедию. Потом из этого комедия надо снять. Потом мультфильм. А потом уже снимать мюзикл. Когда ты все это посмотрел, да, почему не мюзикл? Сюжет выдерживает переложение в любой жанр. Да, и Филькевич сделал это переложение. Оно очень специальное. Прекрасная песня Дунаевского. Прекрасный. Абсолютно другой жанр. Манера игры очень театральная. Это же была известная театральная постановка. Перемушки Тера шли в Москве несколько лет. Театра юного зрителя. И большим успехом. И прям со сцены Театра юного зрителя Московского перенесли на площадку Одесской киностудии. Вместе с сценарием, песнями. У меня не было задачи, чтобы меня никто ни с чем не ассоциировал. Нет, это неправильно. Я вот сейчас сниму такое, главное, чтобы не обвинили в том, что это похоже на кого-то. Это было бы нелепо. Тогда не надо ничего снимать. Я хотел снять такую историю, которая мне казалась, которая мне пригрезилась, как бы. Вот я ее снял. Это мое ощущение от Дюма. Но поскольку я его люблю, оно мне естественно, лично мне кажется, что оно самое верное. Ну вот, с кинематографической точки зрения. Как к этому отнесутся люди, я не знаю. Я узнаю, конечно, когда это покажут. Но я даже сейчас не буду настаивать на том, что это единственное верное прочтение. Это мое прочтение. Но поскольку я очень люблю фехтование, так сложилась моя жизнь. Я жил в армии в кавалерийском полку. Я люблю лошадей. Я люблю приключенческое кино, в котором я много работал в свое время. Но мне это дорого, понятно и интересно. Я хотел бы, чтобы Дюма был такой, как я его прочел когда-то в детстве. Таким романтичным, ярким. Я так много сил потратил как режиссер на съемки этого фильма, что если бы я еще в кадр вышел, наверное, ничего хорошего из этого. Потом мне некого там было играть. Я написал сценарий, когда я бы сыграл кого-нибудь, но мне было некого. Я не видел ни одного персонажа, которым я мог бы стать. Бюджеты картины нам позволили взять французского постановщика фехтовальных трюков, привезти лошадей из-за границы, собрать костюмы со всей Европы. Каков бюджет? Я не исключаю, что сейчас светокоррекция будет в Физляндии, а перезапись в Лондоне. Поэтому бюджет позволяет мне сделать все, что я... Я вообще сделал все, что я хотел на самом деле. Почти все. Это редчайший случай. А что они сделали? То, что я хотел сделать в этой картине, я все сделал. Я, если ограничивал себя в чем-то, ну, буквально, ну... Я, конечно, продюсер этой картины, и я думаю, что это как-то меня там останавливало, как режиссера. Но я никаких потерь художественных, вот, связанных с бюджетом, не понес, на мой взгляд. Мы снимали за границей в основном, и... Знаете, я сегодня смотрел третью серию, вот только что я пришел из монтажной, И у меня так... Так идет король на балу по трем дворцам, так, в разных местах Европы просто, знаете, Заходя в Петродворец там, в Петербурге так, так проходит просто. Это вот этот замок, этот дворец, этот туда, это сюда, это... Там такой... Там такая картинка... Там были потрясающие камеры с феноменальной оптикой, колоссальная операторская группа. Постановщики трюков, которых я хотел, не какие-то компромиссные, именно те, которых я хотел. Я их давно хотел, они были у меня на картине, и я буду писать симфоническую музыку. Я еще не закончил тратить деньги, вот в чем дело, понимаете? Мне еще несколько месяцев очень активно надо работать над этим фильмом, и... Я пока не знаю, есть более легкие варианты, есть более финансово затратные. Сегодня французский монтажер начал монтировать фехтование. Это была неожиданность, мы этого не ждали. Человек, который смонтировал такси, перевозчика, фан-фана, вот сел монтировать специально драки для нас. Потому что очень сложные они, очень большие, и сегодня мы отвезли материал. Он присылал пробник, это очень здорово, очень здорово. Совершенно по-другому. У нас, к сожалению, никто не умеет этого делать. У нас не снимается это кино. Поэтому, кто еще завтра появится, я не знаю. Ну, окончательно, я назову саму бюджет, это не вопрос. Я ее назову, но бюджет должен состояться, его надо закрыть. Ну, большой, это для телевизионного кино беспрецедентно. Это деньги банка. Есть инвесторы. Ну, это уже вторая картина, которую мы с ними делаем. И они станут моими, когда я верну. А возвращать, ну, да. Ну, схема очень простая. Телеканалы должны это приобрести. Я мог пригласить кого угодно. Я, наверное, даже мог иностранного артиста пригласить. В общем-то. А были кто-то, может быть, какие-то варианты? Нет, не было. Пришел один человек ко мне на пробы, один, знакомец, который на 20-й минуте спросил меня, неожиданно вдруг, ну, как, он так вскинулся и сказал, ой, вы же артист, да? И я очень его полюбил с этого момента. Удивительно непосредственный, крайне одаренный актерский. Несомненное открытие. Несомненно. Я не знаю, как сложится его карьера. Это такая вещь, которая зависит не всегда от актера. Но я думаю, что его ждет очень большое будущее. Очень большое. Потому что настолько синтетический артист, он великолепно поет, он прекрасно танцует. Мы его научили ездить на лошади. Он это уже делает так, что он фехтует, он акробат. Он замечательно играет. У него нет вредных привычек, что важно в нашей профессии. Он спортивен до просто неприличного состояния. Он очень красивый, на мой взгляд. И он обаятелен. Ну, то есть, это такое, это вот абсолютно, если честно, это такая голливудская ситуация, на мой взгляд. Поэтому Сергей Безруков на роль Д'Артаньяна, я просто про то, что он сыграл уже всех. Д'Артаньян, должно быть, 18 лет. И вы придерживались. Д'Артаньян, иначе это другая история. Д'Артаньян, юный мальчик, который приехал из провинции, ничего не понимает, попал в огромную дворцовую интригу. Так и не разобрался, в общем, почти до конца в том, что происходит. Риналю 22 года было на момент утверждения. Настя на 20 лет старше. Ну, как это? Как эта пара выглядела? Ну, это в театре возможно. На театре такие бывают истории. В кино нельзя, в кино виден возраст артиста. Я про другое говорю. Я говорю, что Ришелье, там, Дюма, моложе значительно. У нас сыграл 78-летний Луновой. Ну, прекрасно сыграл. Мне очень нравится, потому что я выходные показывал маме первую серию. Мама сказала, как хорошо играет Луновой. Я понимаю, что для каждой возрастной аудитории существует свой герой. И время идет, а люди вместе взрослеют со своими героями. И не чихать от новых. Поскольку картина телевизионная, у моей мамы будет на кого смотреть. Насколько я понимаю, ситуация выглядела следующим образом. Кто-то из ваших коллег позвонил Насте и спросил, будет ли она сниматься. Настя сказала, что нет. Дальше начали, значит, дальше позвонили мне. Но это обычная провокация журналистская. Не очень умная, ни к чему не ведущая. Вы вообще как-то общаетесь? Не могу не спросить, потому что, естественно, это интересует всех. Или у вас давным-давно уже по разным углам? Нет, мы не общаемся. Много лет не общаемся. И не планируете? Ну, кто бы знает, как жизнь сложится, знаете. Но прям специально нет, не планирую. Что угодно может произойти завтра, знаю. На моих глазах Валита ссыкала, вышла вести передачу. Что завтра произойдет, никто не знает. Зарекаться – дело последнее. Я не испытываю никаких отрицательных эмоций, дурного послевкуща или чего-нибудь такого. Просто мы не общаемся. Мало ли, как повернется жить. Завтра нас позовут работать вместе, и это будет очень интересное предложение. И никто не знает, чем это закончится. Почему нет? Не так все страшно, как могло бы быть. Поэтому на такой картине почти никто не пострадал. По-моему, у нас 17 драк в картине. Вот сейчас французу отправляли. У нас две погони, кажется, две. Ну, такие, когда отчетливо. И, по-моему, 17 боев. И, в общем, никого не убили. Нет, ну, что бывает разное. Мишель Корльес, который делал фертование, очень ответственный. И хорошие каскадеры работали из разных стран. Поэтому травмы были минимальные. Ну, да, ударило Лешу Макарова немножко. Не так сильно, как в газетах писали. Ну, Павлик Баршак получил травму. Ну, они подстрелили, конечно, там пару-тройку каскадеров, пару-тройку проткнули. Но эти потери минимальные, то есть не без риска для жизни, так скажем. С лошадей попадал кто-то там. Ну, так все более или менее обошлось. Могло быть значительно хуже. Я, в общем, волновался каждый раз, потому что десяток людей, размахивающих железками перед носом друг у друга. В общем, небезопасно это все. Мы осло там закидывали на дерево на 8-метровую высоту. Ну, чего Баршак встали? Представляю чувство осла. Ой, у осла было такое лицо, что все его чувства были видны в кадре. Что он делал так? Матиль назвали осла, она была ослица. Была? Ну, теперь ее с нами нет, она где-то осталась там. Это было под Петербургом. Она страшно кричала. Вообще не в момент подвешивания ее было слышно за 3 километра. Нет, никто не пострадал. Из животных никто не пострадал. Мы не могли получить график занятости от Светы. Она пробовалась у меня. Она мне очень нравится. Она очень хорошая. Она очень профессиональная, очень яркая на экране женщина. В результате я получил абсолютно другую версию «Миледи». Удивительно хорошую. Которая нравится мне так, что сил никаких нет. Если бы играла Света, это была бы другая роль. Это был бы другой фильм вообще. Я не скажу, что это было бы хуже, наверное, нет. Но это было бы очень по-другому. Это было бы очень по-другому. Это равнозначно абсолютно. У меня были три «Миледи», которые были творчески абсолютно одинаковые, а одинаково хорошие. А в плане концепции это были абсолютно разные фильмы. Единственная такая была бы «Миледи» же, в общем, с бандой. Она же Катосу попала уже с криминальным прошлым. Она бандитка такая, непонятно на что с ней. То ли она воровка, то ли она еще что-то. Она явно криминальная девушка. Поэтому Акиншина была бы в этой фазе хороша, потому что было бы видно, что с ней не все там нормально. Ну, там беременность случилась, и поэтому... Да, Ходченкова пограла фазу женщины, попавшей выше света, нахватавшейся уже. Это была бы другая «Миледи». А Катя Вилкова, конечно, сыграла что-то среднее между криминальным прошлым и аристократическим будущим, но очень эмоционально и ярко. И это очень интересно. Очень интересно. Она очень хороша. Очень хороша. Это был единственный случай, когда несколько актеров пробовались на ноль, потому что я практически никого не пробовал. Я знал, что я хочу вот это очень... Я почти не делал проб. Ну, то есть их пробовали, но... Актеры пробовались, но не потоком в коридоре 100 человек. Нет, нет. А эти девочки были очень яркие, они очень хорошие. Они разные. Это прям другие, разные фильмы, знаете. Это другое кино. Каждый раз другое кино. Потому что «Миледи» очень большая, очень важная. Не знаю. Хотя... Почему нет? Может быть, вполне. От вас, например, инициатива? Нет, нет, нет. Зачем же? Я не буду, нет. Я уже там все сыграл, но кто-то это может сделать. Я не помню, закончились ли у меня права на гардемарин. Они у меня, в принципе, поэтому... Были, по крайней мере. Поэтому пока они у меня, вряд ли кто-нибудь это сделает. Но... Ну, а почему нет? А почему нет? История дыхая такая, вполне смотрибельная. Почему нельзя сделать... Если служебный роман делают, почему нельзя сделать гардемарин? Ничего там такого нет. Все, нельзя было повторить. Наверное, можно. Но, по крайней мере, вы браться за это не будете. Нет, я не буду. Мне интересно, я в этом уже участвовал. Зачем же я буду второй раз в одну воду? Ну, смысл-то как? Здесь я хотел как-то по-другому, иначе. Как мне казалось, с самого детства это должно выглядеть. У меня мотив-то был. А там, в общем, все хорошо, у меня все устраивало. Если про первого гардемариного говорить-то... Продолжение снять, да, наверное, можно. А вот заново снимать, думаю, что... Тоже можно, но я не был. Ничего такого страшного у меня с Харатьяном не происходило, чтобы... Мы с ним виделись за последние годы несколько раз в доме кино. Мы ездили в детский дом в Малый Ярославец с президентом. Мы еще куда-то общались совершенно спокойно. Давно подолгу никаких проблем у нас нет. Нет точек соприкосновения просто. И все. Поэтому вот эту историю можно уже давным-давно перестать называть. Да нет, подожди, вы хотите, называйте ее. Давно все закончилось. Мы с ним общались довольно мило. Я участвовал в фильме, в его юбилейном, когда у меня был день рождения. Да. Все промахивают и дальше. Ну, вы же. Да нет, да, ну, это было, господи. Вы бы не сказали, я бы не вспомнил. Без доли везения ничего не может быть. Человеку, который стал известным артистом, ему все равно повезло когда-то обязательно. Может быть, не один раз. Я известный актер все-таки. И мне повезло несколько раз как минимум. Просто повезло. Когда меня приняли в институт, когда я попал в Горгомаринов, когда еще что-то там, еще что-то. Конечно, мне повезло. Потому что прошел бы я мимо этой двери и все. И как-то, ну, что-то было бы, наверное, но совсем другое. Конечно, повезло. Но помимо везения, мне кажется, везет большему количеству людей, чем то количество, которое стало известно. Потому что дисциплина определенная, внутренняя работоспособность, без этого ничего не происходит. Я знал очень многих талантливых людей. из которых ничего не вышло. Хотя, все было для этого. Весь мир был в их ногах. Я хотел быть археоном, точно. Еще Диана Джонса не было. Не помню уже что-то другое. Ну, потом так получилось. Как-то я был очень молодой еще, когда попал в это дело и больше никогда ничем не занимался практически в своей жизни. Ну, я счастлив этим, потому что в результате я стал специалистом, наверное, хорошим, потому что я всю жизнь делал одно и то же. Ну, я занимался одним делом. Как все так сложилось в моей жизни, я не знаю. Но у меня ощущение, что я всегда был таким, какой я есть. Люди, которые знают меня очень давно, они смеются, когда я это говорю. Они просто смеются в голос. Когда-то, пять назад, я еще жив был, худрук Курсера, на котором я учился в Щукинском училище. Снимали какую-то телевизионную передачу. Мы потом поехали к кому-то в гости, сидели за столом, выпивали весь Курс. И он выпил немножко. Я говорю, Жгунов, как из тебя это получилось? Я говорю, чего, Ольберг Григорьевич? Он говорит, вот это как из тебя получилось? Я говорю, что такой всегда и был. И когда заржал весь стол, я понял, что что-то тут не то. Как на шутку. Я абсолютно уверен, что я всегда был такой. А как это вышло, я не знаю. То есть вы в себе изменения не чувствуете, а окружающих видят. А вы что? Люди, которые с интервалом меня видят вообще, они просто говорят, вот то же самое. Говорят, а как это из тебя получилось? Я говорю, как я? Я работал много, наверное. Я много работал. Я много работал, у меня большой опыт, я много знаю. Человек, который много работает, он, конечно, быстрее получает опыт. Быстрее. Потому что ты ошибаешься часто очень. А это вообще цена очень высокая. В моей работе это деньги, если бы о продюсерстве говорить. Ошибки очень дорогие бывают. И ты, конечно, получаешь уникальный опыт. Главное, что его нельзя передать и нельзя получить другим способом. Поэтому научиться нельзя. Им надо рядом стоять и смотреть. А прийти в институт, чтобы тебе рассказали, так делай, вот так не делай, это смешно. У меня есть мечты еще, я не буду о них рассказывать, но... Да, мне есть к чему стремиться. У меня в армии в соседнем эскадроне был командир по фамилии Буневич, капитан Буневич. Он строился эскадрон у них рядом с нашим. Он строился и говорит, есть у меня мечта. Он говорит, все замирали, а не там. И у него мечта я защитить второй разряд по лыжному спорту. И у него слеза появлялась, знаете. И вот... У меня тоже есть мечта. И не одна, у меня их много. Я человек очень жадно живущий, поэтому у меня много чего интересует по-прежнему. Я мечтаю, как все люди, как... Велосипед мечтаю себе купить. Серьезно? А у вас нет велосипеда? Вот сейчас нету, мне надо... Ну, сейчас нету, мне очень хочется велосипеда. Лос-Анджелес очень похож на Сухуми. Я был там пару раз. Давно, правда, но... Очень странное впечатление на меня произвел город. Очень странное. Какой-то... Ну, Голливуд. Нет, конечно, там прекрасные специалисты. Вот сейчас могу сказать. Прекрасные специалисты. Было бы очень интересно поработать, посмотреть, как люди делают. Вот это интересно, действительно. Вот это интересно. То, что они делают, не интересует меня совсем. Это все ужасно. Оно такое, как правило... Не настоящее какое-то, искусственное. Они так много умеют. Не всегда, но, как правило, почти нечего сказать. Это так странно выглядит, так обидно за них. Потому что, если бы этим людям было бы еще, по большому счету, о чем разговаривать со зрителем, это было бы потрясающе. Они научились такие делать вещи удивительные. Из-за этим почти ничего нет, как правило. Это чуть-чуть Funny. Очень-чуть. Субтитры подогнал «Симон»